26 апреля 1986 года трагический день в истории советского союза и мира в целом именно в этот день случилась авария на чернобыльской атомной электростанции огромной территории вокруг станции стали зоны отчуждения недавно ученые запустили проект цель которого узнать как можно больше о фауне этого заброшенного места оказывается что наличие людей влияет на животный мир гораздо больше чем радиация ведь в чернобыльской зоне обнаружены представители фауны которых там не наблюдали уже больше века мы решили ознакомить тебя с промежуточными результатами этого проекта который закончится в конце года за последние 30 лет количество животных в зоне отчуждения возросло в разы а это позволяет утверждать что радиация не так пагубно влияет на фауну как человеческое вмешательство ученые отслеживали популяции животных по следам на свежевыпавшем снеге также в ноябре прошлого года в украинской части зоны были установлены 42 камеры исследование позволило выяснить что в чернобыльских лесах значительно возросло количество диких кабанов волков косули лисиц кроме того здесь обнаружили редких животных которые уже много лет не появлялись в этих местах европейскую рыси бурого медведя профессор университета города портсмут джим смит утверждает что это авария сотворила некий заповедник мы не говорим что радиация это хорошо но отсутствие человеческого влияния позволило популяции животных увеличится чернобыльской зоне даже удалось заснять зубров и лошадей проживальского как видишь иногда человек может быть гораздо большим злом чем радиоактивное загрязнение по моему нам стоит задуматься если ты со мной согласен то поделись этим материалом со своими друзьями и знакомыми спасибо за просмотр подписывайтесь на канал где вы найдете еще много интересного а также ставьте лайки и пишите комментарии что думаете по поводу этой истории